Доброго времени дорогие друзья! С вами Назаренко Алексей и раздел готовим быстро, вкусно и полезно. Сегодня мы с вами приготовим плов. Что нам для этого надо? Причем плов мы будем готовить именно с курицей. Почему с курицей? Вообще в классике, конечно, плов это курдечный жир, это баранина в качестве мясных ингредиентов. Но мы сегодня возьмем курицу, потому что на самом деле плов готовится в разных вариантах и даже без всякого мяса, просто с изюмом, это называется сладкий плов. И будем мы его делать в афганском варианте, в котором меня научила моя мама. И вот уже где-то 25 лет, 26 лет с момента, с того момента, когда я женился, этот плов у нас является фирменным блюдом на всех праздниках. Он действительно получается очень вкусный. И давайте начнем. Что для этого нам необходимо? Вот у нас есть такая посуда. Но это не казан, на самом деле. Ну, можно назвать его казаном, но это чугунная вот такая большая кастрюля или казан с крышкой обязательно. Именно чугунная. Чугун хороший, российский. Вот. Теперь ингредиенты. Нам понадобится солнечное масло, поскольку у нас нет курдючного жира. Нам понадобится лук. Лук. Нам понадобится морковка. Вот такое количество. То есть, смотрите, 4 у нас большущих луковицы. У нас таких 5 достаточно крупных морковок. У нас примерно 700 грамм курицы. Причем это не филе. Я просто купил курицу за 138 рублей. И просто срезал с нее все мясо. Вместе с кожей, кстати говоря. Почему? Потому что плов, конечно, требует немножко жира. А курица, если брать филе, там вообще никакого жира нет. А здесь вот есть все-таки какой-то внутренний жир небольшой. И нам обязательно понадобится чеснок, целая головка и специи. Специально для... у меня специальная смесь для плова. Беру ее на рынке. Иду еще нормального таджика. И прошу, у меня смесь для плова, там 2-3 порции. Сколько там. Ну и, конечно, нам понадобится обязательно рис. В данном случае у меня рис длинный. И вот на этот объем, примерно 4 литра, это получается где-то 7-8 стаканов. Ну, я сегодня взял 7 стаканов. И вообще, вот плов, он измеряется стаканами риса. Вот какая у вас посуда? Такое количество стаканов риса, потому что он имеет способность разбухать, соответственно, вылезать. Если вы пересыплете из маленького кастрюлика 7 стаканов, конечно, у вас все это разбухнет и вылезет. Поэтому мы меряем на плове все стаканами риса. И от стаканов риса, то есть вот посуда 4 литра, допустим. Вот у нас есть 7 стаканов риса. Вот у нас 5 больших морковок, 4 крупных луковицы, цена головка чеснока и грамм 700 мяса. Для примера, у меня есть еще вот такая утятница. Но она тоже чугунная, тоже российская. И она, естественно, меньше по объему гораздо, чем вот эта вот большая чугунина. И поэтому на эту утятницу я беру максимум 3,5 стакана. Вот 3 стакана идеально, 3,5, если там, ну вот чуть-чуть еще, да. То есть все меряем стаканами риса. Что касается подготовки риса. Конечно, плов это не вот так не прибежал, быстро-быстро сделал, нет. Плов нужно подготовить изначально. То есть что изначально готовится? Рис. Мы его замачиваем в воде. То есть мы берем рис, промываем, естественно, фильтрованную воду после промывки и оставляем на 2-4 часа. Вот как раз сейчас, то есть мы замочили с утра рис, сходили по своим делам, и вот он у нас практически вот час готов. То есть перед тем, как мы его потом будем закладывать, мы его просто промоем и воду сольем. Теперь, значит, подсолнечное масло. Значит, я налил его достаточно много, чтобы вы видели. То есть это не 2-3 ложки. Это примерно, ну, на полсантиметра, на полсантиметра, может быть, на 7 миллиметров от дна. И я его сейчас постепенно разгоню по бортам, чтобы вся кастрюлька была смазана маслом. Вот. Мы налили масло, разогнали его по бортам и сложили туда нашу курицу. Поставили на медленный огонь. Ну, или на очень средний такой, такой незначительный. Вот такие примерно кусочки небольшие, да? То есть вот такого размера. Все, курица у нас сейчас будет постепенно здесь поджариваться. Масло будет закипать. Почему на медленный огонь? Потому что это курица. Мясо достаточно нежное. Если бы мы взяли там говядину, например, или баранину, можно было бы смело ставить на сильный огонь, чтобы оно как следует до этого момента обжарилось. Значит, ничто так хорошо не распределяет тепло внутри самого себя, как чугунная посуда. Поэтому мы говорим всегда о чугунных вещах, хотя казаны могут быть разные. Вот. И еще один момент. Вы можете брать любые мясные ингредиенты, за исключением свинины. Ну, давайте не будем нарушать традиции народа, придумавшего этого прекрасного блюда, потому что свинью они не едят. Вот. Пока у нас начинает готовиться мясо, мы с вами займемся постепенно быстрым преобразованием овощей. Причем, хочу сказать, что все делают по-разному. Вот. Вот афганский вариант. Вот как меня мама научила? Мама научила таджичка, которая была жена переводчика, когда мы жили в Афганистане. Вот как она делала, так делала мама, так делаю я. Кто-то кладет сначала морковку и лук. И когда оно уже обжарится, потом туда кладется мясо. В моем варианте мы сначала кладем мясные ингредиенты, а потом занимаемся овощами. Друзья, то есть мы с вами нашинковали овощи. Значит, что я для этого использовал? Я использую вот такую вещь. Вот мне ее когда-то подарили. Очень удобная штука. Это такая немецкая терка. Ну, в идеале она, конечно, немецкая. Со специальным держателем. Чтобы пальцы, если вы держатель не будете использовать, то вот это вот лезвие очень острое, пальцев у вас не останется. Это совершенно не принципиально, что вы используете. Или такую, значит, вот терку, такую шинковку, или вы просто ножом это все режете. Просто я на этой шинковке сделал все это за 5 минут. Вот тот лук, 4 здоровых 5 морковок, это все я испластал. Здесь. Все равно остаются вот такие кругляшки. Я их сейчас быстренько ножом нарежу и туда же все сложим. Значит, вот посмотрите, вот такой объем получился. Вы скажете, ну куда столько-то? На такую вот кастрюльку-то там еще мясо, да еще и рис сверху. Я вас уверяю, вы потом увидите, это все утушится вообще колоссально. Ну, как говорил герой Леонова, увар-то какой дает? Вот 30% как минимум дает увара. Как определить, какое, когда готово мясо, скажем, ну когда засыпать овощи, вот с курицей это очень просто, когда она вся побелела, ну практически вся, да, то есть вы на маленьком, среднем огне ее даже делаете, потому что она быстро в данном случае готовится, то после этого вот вы спокойно можете сейчас засыпать овощи. Вот, мы с вами заложили наши овощи. Тут морковка, лук, то есть все это поверх мяса. То есть там уже есть масло, есть уже бульон, который дала курица, и все это сейчас начнет тушиться. То есть, представляете, практически вся кастрюля у нас занята. Но на самом деле это все очень здорово уменьшится в объеме на треть или даже, то есть на четверть, на треть, как минимум на треть примерно, да, и образуется место для риса. Вот такое гигантское количество лука, но в готовом плове вы его не найдете, он весь полностью растворится. Он уйдет, и те, кто не любит тушевый вареный лук, кто-то вот ненавидит это дело, плов именно для вас, потому что никакого лука вы там не найдете, хотя мы его использовали огромное количество для такой кастрюльки, да, но он на самом деле всего себя отдаст. И вот тут мы добавляем огонь на максимум. Теперь нужно, чтобы вот это все постепенно у нас стушилось и осело. Теперь вопрос солить. Вот смотрите, помните, мы говорили, что все базируется на стаканах риса. Вот если у нас на плов идет 7 стаканов риса, соответственно, ему количество овощей, то всего на плов должно быть использовано 7 чайных ложек соли. 7. Если у вас 3 стакана риса, значит 3 ложки соли. Не знаю, как я вывел эту формулу, но вот ни разу не промахнулся еще с соленностью. Но я использую тут некую хитрость. Я распределяю соль равномерно. Я беру не чайную ложку, а половину чайной ложки. Вот такая маленькая ложечка, она половина от чайной. И я делаю это таким образом. То есть вот я засыпал овощи. Я помню, что 7, да? И я засыпаю сначала 4, 4 половины чайной ложки соли. Потом все это перемешиваю. Начинаю уже мешать уже мясо тут и все. Начинаем все это дело переворачивать. Потом, когда это немножко осядет, я добавлю еще 3 таких ложечки соли. Запомните. 7 стаканов риса, 7 полных чайных ложки соли. Ну и огонь на максимум. Почему еще? Да, вот один момент. Видите, какая соломка получается у нас, да? То есть она не мелкая и не крупная. Я поэтому использую вот такой резачок, потому что он очень удобный. Он, ну, равномерно он все разрезает и получается вот такая симпатичная соломка. В принципе, хоть ножом кромсайте. Вот, когда большой казан плова готовят, там узбеки, таджики, они просто режут ее там крупно, как угодно и кладут туда. Я делаю такую маленькую, да? Она очень хорошо уваривается при таком объеме. Но, не трите морковь даже на крупной терке. Она растворится так же, как лук и вы получите плов абсолютно белый. Ну, практически белый. Да, еще один нюанс. Вот в этом моем слайсере есть несколько вот по калибру таких специальных вставок. То есть есть совсем мелкая. Ее очень удобно использовать, когда вы делаете корейскую морковку. Она действительно делает очень тонко-тонко. Есть очень крупная. Ну, это хорошо картошку на сковородку строгать, да? Я использую среднюю. Вот как раз то, что дает вот такие ровные соломины, морковные и очень мелко, душевно режет лук. А мы с вами, пока наши овощи тушатся, мы с вами займемся промывкой риса. То есть вот он у нас постоял, грубо говоря, 4 часа. Включаем воду и начинаем это все дело промывать. То есть вы аккуратно, не сильно, чтобы у вас рис не выливался за борт, спокойно все это дело промешиваете. Зачем вообще все это делать? Зачем рис замачивать? В нем очень много крахмала и клейкового вещества, значит, которое потом не даст рисинам рассыпаться в кухне. Поэтому мы вымачиваем это все, он выходит наружу и мы постепенно начинаем его вымывать. Это самый идеальный способ, когда вы замочили загодя, ну, 24 часа, допустим, потом промыли, воду слили и вот у вас готовый рис. Вот. Если вы забыли это сделать, а рис оплов хочется, есть один способ. Значит, насыпаете то количество стаканов, которое вам нужно, вот 7 стаканов, допустим, да, включаете чайник, промыли рис сначала, просто водой смыли с него всю грязь, пыль вот эту производственную, пока его там фасуют, да, в эти пакеты, и потом берете, заливаете крутым кипятком на 1-2 минуты. После этого помешали как следует в течение там, вот 1-2 минуты, потом перемешали, включили холодную воду, все промыли, воду слили, снова берете кипяток, снова заливаете. 1-2 минуты, все перемешали, включили холодную воду, все промыли, слили, и так делается 5 раз. Это неким образом заменяет, то есть таким образом мы завариваем рис, и быстро выцарапываем из него крахмал. Вот. Ну, это такой способ, я раньше им пользовался, сейчас все-таки предпочитаю замачивать загадя. Вот, смотрите, ну, прошло минут 10-12, вот, вот у нас было вот до сюда овощи, практически наверху, вот они, прекрасно все сели. Конечно, когда вы их тушите, не забывайте, что их нужно периодически мешать, они просто заложили, там посолили и пусть оно там себе. Во-первых, это ускоряет процесс тушения, они быстрее оседают, вот, поэтому верьте мне, видите, все уварилось. То есть, я 26 лет готовлю плов, я за бзар отвечаю точно, если он варится, значит, варится. Теперь мы подготовились уже к закладке риса. То есть, мы его промыли, слили воду, вот, теперь мы прямо в середину кладем чеснок. Не чистите, вы прямо головку снимите, там верхние шкурки какие-то, как раз, 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 и прямо так и положите. Друзья, мы с вами заложили рис. Теперь мы, значит, надо завершить процесс соления. То есть, помните, 7 стаканов риса, 7 полных чайных ложек соли на весь плов. Но мы, поскольку брали первый раз, мы разделили 7 половинок чайных ложек. Мы берем вторые 7. Так, раз, два, три, четыре, пять. Ну, вот, смотрите, если вы боитесь пересолить, ну, добавьте, вот, вот, шестая, вот, шесть. Остановитесь на этом. Пусть будет шесть. Вот. То есть, смело можно добавить еще одну. Если вы побаиваетесь, что пересолите, положите на одну половинку чайной ложки меньше. И вот, теперь настало время специй. То есть, у меня специальный такая смесь для плова, которую я беру не в магазине. Специально иду на рынок и покупаю у южных ребят, в данном случае у меня таджик, бармежон, прекрасный мужик, который мне собирает все это. Вот, мы засыпали. Теперь настало время воды. И вы в серединку добавляете вот фильтрованную воду. Какой объем, сейчас увидите сами. Мы заливаем воду в серединку равномерно. Равномерно. И вот примерно толщиной выше риса на полпальца. Ну, на мизинец выше риса. То есть, вот объем жидкости. Он не на сантиметр, он меньше, чем на сантиметр. на 5-7 миллиметров выше объема риса. Все. У вас должен быть включен максимальный газ. Смотрим. Максимально все это горит. И вот теперь у нас происходит что? Мы будем ждать, пока эта вся вода не впитается в рис. Потом увидите, что будет дальше. вот смотрите теперь дорогие друзья, вода практически вся впиталась, поэтому мы убавляем газ на минимум. Самый маленький огонь. Накрываем наш казан крышечкой. Вот. И выставляем таймер на 40 минут. ну вот смотрите, прошло 40 минут, таймер прозвенел, мы снимаем крышку и видим, что весь рис у нас приготовился. Специи сверху, но сейчас вы поймете, что будет дальше. а дальше мы возьмем половину и начнем выгребать и складывать в эту кастрюлю. Зачем это делается? Во-первых, рис, если оставить так, он может дальше продолжать готовиться и в результате превратиться в такую слипнется и будет как каша. А когда вы его переложите сюда половину, он начнет отдавать пар, остывает быстрее и будет рассыпчатый и очень вкусный. Сейчас продолжим. Ну вот, смотрите, вот мы разложили наш плов. У нас получилось практически две кастрюли. То есть он воздушный, он не слипшийся. Сейчас вот он так будет немножко постоит. Его надо все-таки перемешивать, чтобы там он остывал быстрее. Вот. То есть он остывал быстрее, не слеживался сильно. Вот у нас получается такой великолепный продукт. Просто замечательный. Ну, какое-то время, 10-15 его можно помешать. То есть уже никакого огня нет. встает кастрюля и плов остывает. Вот. Что хотелось бы сказать. Никогда не храните плов в чугунине, который вы готовили. Чугун быстро окисляется. И даже если вы храните это в холодильнике, потом риса и плова вообще приобретает такой отвратительный привкус. поэтому вот сейчас это подостынет. В первую очередь раскладываем на тарелки отсюда. Все, что осталось, перекладываем в кастрюлю. И вот в кастрюльке вы уже можете его, так сказать, хранить. То есть что у нас получилось? Вот семья из двух человек, из трех человек. Может, это есть три дня совершенно спокойно и больше ничем не питаться. Это будет достаточно, дорогие друзья. арабы ведь тоже не хранят. То есть приготовили из казана на специальное блюдо большое. есть такое блюдо. Но я не буду сейчас это делать. У меня даже слюни текут. Пока я говорю. Вот. То есть мы просто остываем сейчас. То есть из чугунины потом вы переложите то, что останется после ваших тарелок отсюда. То есть вы переложите в эту кастрюлю. Когда она остынет, все это поставите в холодильник. Ну что хочу сказать. Вот получился у меня прекрасный плов. Очень вкусный и замечательный. Кстати вот этот чеснок который мы достали. Кто-то его ест кстати. Кому-то это нравится. Ну я обычно выбрасываю. Вот такой плов. Едят его конечно руками. Но в данном случае мы все-таки воспользуемся вилкой. Поэтому мы перемешали ингредиенты. Когда их вываливают на блюдо то складывают рис получается снизу а сверху уже остатки овощей и мяса. И вот этот бульон постепенно просачивается в рис вниз и берут руками едят и такая даже поверье ну не поверье не знаю а когда едят руки и вытирают обо что как бы вы думали а халат и у кого халат самый промасленный это что самый богатый потому что он все время плов ест потому что плов в Средней Азии это было достаточно дорогое удовольствие потому что бараны были нужны и так далее я еще раз говорю мы сделали сегодня плов из курицы конечно его готовят это не классический вариант это вариант достаточно бюджетный простой быстро готовится но все равно получается очень вкусно конечно плов это баранина конечно это жир вот конечно это казан и конечно это костер ну хорошо значит я поделился с вами вот у вас есть такая тарелочка если вам по каким-то причинам нужен еще сюда хлеб то используйте конечно вот такие допустим хлеб пита такие лепешки арабские или купите себе лаваш ну а на десерт конечно зеленый чай различные казинаки халва щербет и рахат лукум и у вас и вы в тренде и у вас прекрасный восточный ужин дорогие друзья будьте счастливы удачливы готовьте для себя готовьте с удовольствием и с душой и напоследок бюджет нашего ужина курица 138 рублей лук 39 рублей морковка 48 рублей рис пачка 50 рублей но вам нужно полторы пачки масло подсолнечное грубо говоря полстакана чесночина 1 15 рублей головка чеснока и специи тоже где-то 15 или 30 рублей соль воду не считаем удачных вам кулинарных изысков и творческих в этом смысле планов подсолнечное подсолнечное подсолнечное